Добрый вечер, это программа Археология. Приветствуем вас в этом нашем заключительном эфире 2012 года. Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Ну и вот сейчас хотелось бы, вы знаете, поговорить о таком тренде, который, в общем-то, не в этом году, конечно, начался, но в этом году он очень сильно проявился, который я назвал бы нарастающей гуманитарной катастрофой. Ну, собственно, конец света не случился, как мы все уже поняли, 21 декабря. Но происходят некие какие-то локальные кризисные явления. И вот у нас одна из составляющих нашего такого большого кризиса, это то, что происходит с нашей культурой, то, что происходит с нашим, ну так скажем, мироощущением. Вот критик Александр Архангельский назвал это недавно в своем блоге разгуманитариванием. То есть кризис гуманитарной сферы. Сюда входит и кризис образования, сюда входит кризис различных культурных институций, различные сокращения в музеях, в институтах Министерства культуры, о которых мы поговорим. Но, вы знаете, здесь дело обстоит гораздо шире. Мне кажется, что те вещи, с которыми мы столкнулись в этом году, а речь идет о более широком моральном, этическом кризисе, который проявился в связи с делом Пусси Райт, который проявился в связи с последним, совершенно фантастическим, по своей негуманности, законом Яковлева. Он прямым образом связан с кризисом культуры, который нарастает в нашем обществе. Так что вот мы сегодня с журналом Forbes, и поскольку у нас суббота по понедельнику, и мой соведущий это Кирилл Горский. Добрый вечер и с наступающим Новым годом. Да, ну да, еще в конце, ближе к концу эфира поздравим. Решили позвать одного из авторов журнала Forbes, колумниста Александра Рубцова, руководителя Центра философских исследований и идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, собственно, начало такое, может быть, шпенглеровское, да, такое «on the gang des Russlands», да, закат русской культуры, да, закат чего-то. Как вы считаете, вот мы не сгущаем краски здесь с таким вот культурным, гуманитарным кризисом, который нарастает? Ну, тут трудно что-нибудь сгустить. Скорее наоборот, я думаю, что это пока недобор в понимании того, что происходит. Ну, я думаю, что просто так вот по сценарию мы подойдем к этим общим оценкам. Но меня-то в данном случае завела с этой колонкой ситуация совершенно конкретная, связанная с Институтом искусствознания, с Высшим Институтом истории искусств, потому что здесь, ну, как в капле воды, видно все, что происходит в миниатюре, причем системно. Александр, ну, видите, о катастрофе русской культуры говорят, ну, как минимум, начиная с 91-го года, с начала перестройки, и катастрофы случались значительно более масштабные, и интеллигенция, преподаватели, сотрудники музеев, исследователи уходили в торговцев, челнаки, в коммерцию. Не говоря уже о том, что вспомнить философский пароход, 90-летие которого мы тут отмечали. О событиях значительно большие. Почему вот именно это веха? Почему вот именно об этом Вы написали, как о сегодняшнем симптоме катастроф? Ну, вот подождите. Мы действительно привыкли рассуждать такими, в моем, эпохальными категориями, но я не случайно сказал про конкретный институт. Ведь он был создан в 43-м году, во время войны. За это время у нас страной правили известно кто. Сталин, Хрущев, Брежнев и так далее, и так далее. И не при одном из этих руководителей страны, которые по-разному были близки или далеки к культуре, такой проблемы не возникало. Я имею в виду просто пока один конкретный институт. То есть речь идет просто о сокращении штатов? Я не думаю, что это только сокращение штатов. Хотя, конечно, надо понимать, что как только заходит разговор о любой реорганизации, оптимизации, речь идет о свертывании. О свертывании. Об урезании, о слиянии, о закрытии, сокращении штатов и так далее, и так далее. По-другому у нас не бывает. Здесь кажется, здесь вот, почему вот интересно, действительно, вы колонку об этом написали. Речь идет о каком-то таком глобальном аудите культуры, который решило предпринять наше государство. Вот подождите. Аудит это действительно очень важное дело, причем не только культуры, но и науки. Это более широкая проблема. Но в данном случае я бы хотел действительно остановиться вот просто на этом скандале. Это же не просто там тренд, еще что-то. Здесь мы имеем дело с откровенно просто скандалом. Какого не было уже, я не знаю, очень давно. И просто для того, чтобы разобраться в этом, хорошо было бы спросить наше руководство, а что вообще произошло в стране? Что случилось в мировой цивилизации, в культуре? Почему вдруг сейчас в Российской Федерации появилась необходимость вот так перетряхивать институты, которые связаны с культурой, с гуманитарным знанием и так далее? Что случилось? Ну, может быть, Речь идет не об аудите, а о том, что просто у них сегодня сейчас кончились деньги? Ну, вы знаете, это первое, что приходит на ум, но это вообще как-то оскорбительно в отношении к нашей стране. Глядя на саммит АТЭС, вы знаете, и дорожное строительство в Москве, как-то я не верю, что деньги кончились. Нет, вообще-то с деньгами плохо, это все понимают и будет еще хуже, но я думаю, что дело здесь не в этом. Эти деньги, ну, наверное, просто незаметны на фоне содержания того же господина Мензинского и его команды. Да. Там денег гораздо больше уходит. Здесь, если мы уж сразу свалились в такую чисто экономическую проблему, то давайте нанесем на карту Москвы все институты и все структуры, которые могли бы представлять интерес с точки зрения оценки их эффективности. Или, например, уже никакого интереса не представляют, потому что понятно, что они сто раз неэффективны, их сто лет надо было как закрыть. Вот если на этой карте мы выделим эти несколько позиций, которые вдруг оказались очень интересными, ну, например, Мархи, архитектурный институт. Один из тех, который был признан неэффективным по новой вот этой разгледовке Минобра. Да, это другое министерство, но какая разница. Да. И вот нанесите на карту вот эти вот и поставьте там стоимость квадратного метра. А еще лучше, чтобы людям все почему-то было понятно, рядом повесьте картинки интерьеров. Я просто знаю. В Мархи я учился, в институте искусства знания, который был тогда институтом истории и искусства, я там заканчивал аспирантуру. Я просто знаю эти интерьеры. Действительно, вот так подумают с точки зрения эффективного менеджера, который сейчас с нашей стороны. С какой стати там вообще институт архитектуры? Прекрасный дом приемов для какого-нибудь банка Мархи. Вот. И действительно, вот то, что вы сейчас говорите, это какие-то просто... Не понимаешь, то ли смеяться над этим абсурдом, то ли волосы рвать, оставшиеся на голове. Потому что правит всем логика стоимости квадратных метров. Вот тут недавно в этой студии мы сидели несколько месяцев назад, месяца даже назад, говорили о судьбе Архангельского. Знаете, гибнет жемчужина русской культуры, русский Версаль, Архангельская. Что? Стоимость квадратных метров. Распиливает Минобороны под участки, под коттеджную застройку. И сейчас Шойгу, то Шойгу тоже в это впрягся. Вот Архангельская превращается в коттеджный поселок. Вот то, что... То есть фактически с Мархи сейчас и с другими институтами происходит то же самое. Ну, слава богу, мне... Пугали, я думал, это вы про Сашу, Архангельский гибнет. Нет. Нет-нет, я музей... Все нормально. Музей-усадьба, да. Даже с точки зрения квадратных метров как-то недальновидно перефразировать товарища Сталина. Можно сказать, что других архитекторов у нас для вас нет, а их, собственно, делают в Мархи. Кто же, собственно, строить будет новое? А вот вы знаете, мы выходим вот на какой вопрос, Александр, хочу спросить. А нужны ли вообще этой власти архитекторы новые? Ой, ну, вы знаете, это проблема. Это проблема. Ну, во-первых, люди думают, что они из-за границы привезут. Большого человека, который стоит то огурцы, то помидоры, то апельсины, и все будет здорово. И он еще ничего не построил. Мы знаем, о чем он будет. Он еще не построен, а вообще-то это человек, которого в город пускать нельзя. Он ничего так себе архитект, но в среде он работать не умеет. Это про него было сказано, что он нанес Лондону ущерб больше, чем налеты Люфтвап. Ну, что назовем имя Нормана Фолстера, все так заговорим загадками. Ну, а сказал это принц Чарльз. Этим огурцом, да? Ну, конечно. Поэтому, во-первых, можно привести, а во-вторых, мне кажется, люди действительно не понимают, что остается во времени после этих правлений. Я имею в виду, в том числе, изобразительное искусство, после царствования, ну, каких-то действительно таких крупных правлений. Это в итоге оставалось архитектура, оставлялись памятники, в том числе живопись, скульптура, монументальное искусство и так далее. Что останется после нас, ну, страшно подумать. Пока Петр Первый. И людям наплевать. Реконструкция. Останутся Лужковские новоделы, вот эти все реконструкции. Людям, по-моему, такое печенье же не понимают. Им на это наплевать. Вообще, люди как-то очень узкий горизонт, в том числе экономический, ну, соответственно, и культурный. Ну, да, здесь, мне кажется, действительно мы выходим на такую большую тему невероятной узости мышления и, ну, как сказать, краткости горизонта планирования, потому что мыслиться, вот конкретно, вот у нас есть пятно, давайте эти пятно максимально отожмем, да? Какой там культура? Какие инвестиции? Какая архитектура? Какая архангельская? Давайте вот продолжим все-таки вот в этой, в первой части нашего эфира список потерь. Мне кажется, что потери в нашей культуре в этом году, они были достаточно значительные. Вот помимо аудита культуры, то, что там сливают институт, урежут библиотекарские ставки, о чем тот же Архангельский писал, вот, урезают буквально сотни. Ведь еще же у нас вылезли большие скандалы с плагиатом, которые, так сказать, выявили неэффективность всей нашей системы присвоения ученых степеней и званий. Все это последнее. Это ведь тоже как-то подверстывается к этому нынешнему, дискредитирует нынешние институции культуры. Ну, с одной стороны дискредитирует, а с другой стороны, и слава богу, что дискредитирует, потому что это сразу нам намекает на выход из ситуации. Ведь перед тем, как что-то контролировать, регулировать и так далее, надо проверить инструмент, которым мы это делаем, и качество людей, которые этим занимаются. Вот прежде, чем проверять эффективность работы Института искусствознания, там, ну, все-таки, такие звезды работают, и традиции потрясающие. Вообще-то, хорошо бы действительно проверить компетентность и эффективность работы тех людей, которые проверяют эффективность вот этих структур. Но у них же тоже, у них же дипломы, у них же диссертации, они же что-то якобы писали. Вот давайте это сначала проверим, так же, как они проверяют Институт искусствознания. Аудит аудиторов. Ну, как-то не верится, возможно, такой комплексной ревизии. Ну, а кто мешает? А кто мешает? Ну, Мединского же уловили на плагиате, фактически. А кто мешает? Просто этим надо заниматься. Надо просто поставить так задачу, как государственную задачу. Нет, пусть отказываются это делать, ну, пусть отказываются, пока никто так задачу не ставил. Вот, собственно, очень важный вопрос в этом государстве. Поставить задачу перед кем? Ну, должно быть, в обществе. Перед президентом. Перед президентом, да. Нет, ну, действительно, мне кажется, это может быть достаточно выигрышной некая кампания по очищению власти хотя бы с этой стороны, да, и по возможный рычаг давления, опять-таки, на угодных и неугодных министров. Как, скажем, у всех есть компромат чисто экономический на кого-то, а тут появляется какой еще компромат академический. По крайней мере, хорошо, что эта вещь такая объективно легко проверяемая достаточно со стороны общества. Да, вот именно, да. Потому что проверить эффективность, ну, скажем, проектов, которые там заказываются, Милинский же ссылался на то, что у них есть проекты, есть заказы, которые министерство размещает где-то, а не в институте искусствования, и это он как бы вменял в вину института искусствования, то, что у него нет министерских заказов. Ну, понятно все, да? У вас было очень в этой колонке такое глубоко ироничное, но, по-моему, очень правильное предложение относительно Мединского и мораторий на его решение просто. На принятие административных, управленческих, а тем более политических решений, а также на публичные высказывания об истории культуры я даже специально выписал. Да, да. Эту фразу. Мне, так сказать, очень близка ваш сарказм в этой части. Почему сарказм? Если действительно полтора-два года человек помолчит и пообщается с культурными людьми, он вообще парень хваткий. Как бы, с другой стороны, возникает вопрос, зачем же, собственно, назначать человека, деятельность которого вызывает подобного рода мысли, подобного рода идеи. Вот это уже сарказм. Ну, вы знаете, кстати, я, кажется, знаю, хочу предположить, почему. Понимаете, у нас наступает эпоха менеджеров культуры, да, и у нас сейчас, собственно, некультурный человек, он системно предполагается, что культурой будет управлять человек с менеджерским мышлением, который, опять-таки, мыслит категориями квадратных метров вот этих вот и категориями отжима максимального количества. Вот как это говорится, культура как свинья, шерсти мало, визгу много. И вот, по-моему, такой же, вот, мединский представитель той генерации таких псевдокультурных менеджеров, которые вот с этими вот критериями эффективности подходят к этим тончайшим механизмам. Ну, наверное, потому что человек из консерватории, наверное, он менее способен на такие действия. С другой стороны, Володя, я бы тоже не сказал, что он какой-то особенный менеджер. Где у него этот опыт-то? Он вообще-то не совсем менеджер, он нигде-то не прославился такими деяниями. У него биография немножко другая. Хотя, ну, иллюзия такая, наверное, была. Но я здесь вижу еще такой, может быть, не очень явный, но немножко другой аспект. Когда произошли все эти назначения, мы же сначала получили представителя президента в одном округе. То ли танкиста, то ли тракториста, я не помню. Вот. Потом мы получили девушку на НТВ. А, ну, это, да, Уралвагонзавод. Да, потом получили девушку на НТВ, тоже неизвестно откуда. Света из Иванова, да. Потом получили еще одного министра, который к культуре каким-то боком, неизвестно каким. Мне кажется, что вот это, в принципе, одна тенденция. Ну, это политическая лояльность. Вы знаете, Смединский, мне кажется, что он очень сильно себе создал компанию, пиара по вот это вот от разоблачения мифов о России. Вспомните, сколько лет вся Москва, собственно, этими билбордами его миф о России была увешана. И он создал себе образ такого вот человека, который может правильно, грамотно политизировать культуру, видя в ней некий ресурс национальной безопасности. То есть это очень вписывается в нынешний дискурс власти, в путинский дискурс. Вот, давайте тут мы выстроим некий рубеж обороны. А кто у нас? А вот Мединский, а вот он построит рубеж. Да, я думаю, что так оно и было. Да, но с другой стороны, это все-таки, конечно, была ошибка, мне кажется, политическая, причем именно политическая, ошибка с точки зрения самой власти. Ну, как вот этот вот последний закон с детьми, потому что все говорят о том, как это ужасно по отношению к детям, по отношению к совести, морали, как это портит имидж страны, а как-то нагадило вообще самой власти, об этом как-то не говорят. Но никто не отменял вообще величие этой фразы, что это хуже предательства, это ошибка. И с Иславодией то же самое, мне кажется, было, потому что что он будет делать с культурой, с точки зрения ее идеологизации, ничего он особенно не сделает. Это будет внутренний пиар. Он распиарит свою деятельность, но сознание так не изменит, у него нет просто рычагов. Он может что-то такое заморочить в голове его начальства, но не более того. А с другой стороны, с точки зрения того, как это сработало в отношении людей в культуре, на их отношении к власти, это, конечно, огромные потери. Но я не знаю вообще, возможно ли уже как-то навредить этой власти. Мне кажется, вопросы имиджа ее волнуют все меньше и меньше, по крайней мере, среди, ну так скажем, мыслящей части российского общества, а также среди людей, заинтересованных в судьбе России за рубежом. Вообще-то идеологическое управление, попытки идеологического управления культурой, причем и безуспешные, но это советские, да, они ведь, собственно, строились не на урезании, чего бы то ни было, они строились на довольно масштабном вливании средств по довольно большому количеству направлений, которые регулировались, но это было не секвестр, не обрезание, не слияние, это вот, ну, хорошая или плохая, существуют разные точки зрения, но это была довольно осознанная политика больших трат. Нынешние действия это ничем не напоминает, даже советский опыт. Ну да, мне кажется, вот здесь я соглашусь с Александром Вадимовичем, что у нас здесь идет просто тупое такое вот урезание по каким-то очень узко понятым критериям экономической эффективности, вот как этот самый список вузов, там же они попали в него, собственно, там было 50 критериев, по которому они оценивались, потом тупо взяли 5 критериев, и там один из главных было количество метров площади на одного студента. И вот РГГУ и МАРХИ просто у них там 5 метров квадратных на одного студента учащегося. Или это институт, по-моему, попал в этот список. Да, 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 и вот такой-то как бы абсолютно тупой рыночный менеджерский подход. Мы поговорим об этом именно вот о том, как менеджерский рыночный подход влияет на культуру после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология», Форбс у нас сегодня. Работаем по законам понедельника в этот последний наш эфир года, уходящего 2012-го. И вместе с Кириллом Горским, замредактора, главного редактора Форбса, говорим сегодня с Александром Вадимовичем Рубцовым, руководителем Центра философских исследований и Институт философии и Философских исследований и идеологических процессов Институт философии Российской Академии Наук. Говорим мы вот о чем. Так немножко, может быть, даже провокативно сформулировали тему этого эфира «Эпоха Путина Каким образом, так скажем, системные идеологические устремления нынешнего режима, нынешней власти коррелируют с таким, с кризисом, в котором оказалась наша культура. И вот я хочу здесь что спросить у Александра Вадимовича. Вы согласны с тем диагнозом, который ставит Александр Архангельский? Разгуманитаривание. То есть кризис вообще гуманитарного миропонимания. Смотря к чему это понятие применять. Если это применять к политике государства, тем интенсиям, которые мы видим во власти, то да, конечно. Что касается общества, то пока еще таких необратимых и сверхмощных каких-то последствий, я думаю, еще вряд ли можно о них говорить. Ну, хорошо. Но с другой стороны, скажем тогда, вот посмотреть на гуманитарное знание. Мне кажется, что наступает некий кризис вообще вот всех наук о культуре. Ну, так скажем, с одной стороны, конечно, это то, что государство не видит в этом, российское государство современное не видит в этом какого-то толка и не хочет финансировать. Но в целом существует некий какой-то глобальный кризис того, что они должны доказывать свое право на существование гуманитарной науки. Ой, ой, ой. Ой, нет, подождите. Вы это о чем? Тут два момента, в общем, прям противоположных. Гуманитарные и социальные науки или социогуманитарное знание, как его иначе называют, ничего никому доказывать не должно. Сказано, 21 век будет веком социального, я от себя даблю, гуманитарного знания или его не будет вовсе. Очень правильно сказано, умные люди это понимают и приличных странах этим занимаются совершенно полотно. Что касается необходимости науки доказывать свое право на существование, это то, что называется постнеклассическая наука. Постнеклассическая наука, да. Которая вступает в другие соотношения, в взаимоотношения с обществом, которая должна объяснять, что она делает, зачем это нужно, и так далее. Раньше такого не было. Раньше была священная корова, но это относится, прежде всего, к естественным и точным наукам, особенно к естественным, потому что современная наука стоит столько, вы себе не можете представить, это безумные деньги. Ядерная физика, это чудовищные деньги. И в том числе, все, что связано с науками биомедицинского цикла, это все очень дорого, и это приходится доказывать. Раньше как-то обходилось дешевле, можно было наплевать. То есть оправдывать, да, оправдывать. Серн, то, что даже, так сказать, эти ядерные серны. Кроме того, риски. Потому что, зачем этот серн вообще устраивать? Хотя от него точно там никакой опасности нет. Я там в два раза ездил их консультировать, там у них очень смешно на самом деле. У них сам серн в Швейцарии, а рядом через границу во Франции вот этот вот ускоритель. Коллайдер. Коллайдер под землей. А наверху лужайка. И вот они сначала построили свой детский сад для того, чтобы всем доказать, что все это безопасно. Потом на всякий случай убрали, сейчас там коровы пасутся. Тоже прикрылись детьми. Да, да, да. Как думцы. Да, да, да. Да. Вот. Но опасения, естественно, есть, потому что, ну, понятно, вещи такие опасные. Что касается биомедицинского цикла, там то же самое. Там геноинженерия, там полно всяких. Биомедицинская этика, вот эти вот проблемы все, они очень... Ну, от гуманитарного знания не вреда, ничего нет. Но мне кажется, что у нас есть... Я здесь говорил скорее о российской ситуации, что в российской ситуации нужно доказывать вот чисто по-базаровски подход, чисто базаровские власти. Типа, какая польза от Пушкина, что нужно доказывать, грубо говоря, пользу русской культуры. Вот это да. Это действительно очень большая проблема. Причем тоже надо понять, почему она возникла сейчас. Потому что, ну, когда культура использовалась в качестве идеологического инструмента или такого идеологического оружия, ну, там понятно. Там на это дело смотрели несколько иначе. Вот. Но доказывать необходимость гуманитарного знания, искусства, культуры, то тоже самое философии, это, ну, так как бессмысленно. У меня в свое время были такие страшные полемики с моими друзьями-физиками, я и один был из тех, кто занимался философией. Пытался заниматься сюда в молодости. И вот там восемь человек из Фиана, вот таких вот ребят на меня нападали. И потом срабатывало одно. Они говорят, а зачем нам еще философия? У нас наука сама себе философия. Срабатывал один аргумент. Вся ваша наука нужна для того, чтобы потом кто-то из философов понял, что это вообще делается. Ну, да. Ну, а какие практические аргументы для тех же самых властителей, министров и президентов? Может, гуманитарная наука привести относительно своей полезности, да? Ну, все-таки в споре физиков и лириков позиции, в первых, более очевидны. Ну, там, химия, биология дают человечеству лекарства и так далее. Вот на уровне понятном простому депутату Государственной Думы. Как мы можем объяснить, зачем нужно гуманитарное знание и его развитие в стране? Вот, вы знаете, в стране, ну, я даже не знаю, ну, как-то смешно объяснить, зачем нужна культура в стране. А вопрос, зачем нужна культура вот этому чиновнику или политику высшего ранга, вот этот вопрос интересный. И тут есть, вообще, некоторые ответы. Вообще, зачем человек лезет во власть? Вот зачем он лезет на пирамиду власти? Ну, он там сидит, он же выглядит красиво, он же остается в истории, он в этот момент перед всеми девушками красуется и так далее, и так далее. Все его уважают. У них есть культура. Зовется художник Шилов, который рисует парадный портрет в образе Александра Македонского. Нет, тут же дело не в том, как его изобразит конкретный художник Шилов, а дело в том, как он вообще-то выглядит в глазах, ну, человечества, если угодно, в глазах лучших людей страны, и как он останется в истории. Таким человеком. Вот люди раньше это понимали. Цари это прекрасно понимали, и, я не знаю, Иосиф Виссарионович при всем теплом отношении к нему даже жарком. Даже слишком жарком. Мы понимаем кавычки, которые мы поставили. И то это понимал. Очень неплохо понимал. Понимают ли нынешние то, что у них будет какое-то место в истории? Обязательно. Вот тут проблема горизонта, о котором мы говорили. Проблема горизонта. Проблема горизонта и проблема расслоения социума на тех, перед которыми уже не стыдно, уже наплевать. Там уже ничего не вернешь. Мне кажется, вы знаете, здесь чем еще проблема? Проблема в том, что у нас в результате каких-то генетических мутаций последних ста лет происходит ухудшающий отбор во власть в том числе. Вообще по очень многим социальным и политическим пирамидам идет наверх ухудшающий отбор. И вот как бы высокое понятие культуры, понятие культуры как этики, оно кончается где-то на подступах к вершинам власти. Вот что мне кажется, что вот я вот это вот предложу, последнее, вот мне интересно ваше мнение, что у нас произошел какой-то очень сильный, не знаю когда, вот в эти последние 20 лет, может, эти 90-е, о которых говорил Кирилл, когда пошли челноками торговать, там, физики и лирики, может быть, по-моему, еще скорее в нулевые, в путинские жирные, тучные нулевые, на вот этой всей нефтяной бананзе, произошел какой-то очень страшный культурный слом, когда культура, наука и знания потеряли свое этическое значение. Вот сейчас у нас наступила, пришла этика рубля, этика доллара. У нас нету этики, ну да, этики знания. И вот это-то в результате и подняло наверх тех людей, которые сейчас есть наверху. Ну, давайте насчет людей, потому что все-таки это живой материал, и я бы здесь так не был категоричен. Хотя, в целом-то, конечно, есть такая тенденция. И если они ничего не путают, у Сокурова была Советская Легия, по-моему, да? Там был гениальный прием. Появлялась вся эта мордотека, политбюро, вернее, ЦК, ЦК нашей партии, начиная еще с дореволюционных времен. Вот щелкают кадры. Ни звука, ни музыки. Может, мне это приснилось, но у меня это перед глазами стоит. — Лица, да? — Один состав ЦК, следующий состав ЦК. Причем они не делятся, они так идут сплошным рядом. Пум-пум-пум. Если даже там тайм-код, я не помню. И вот появляются эти лица. Революция, время Гражданской войны, потом Сталинская эпоха, и так далее, и так далее. И доходит это все до брежневских времен. Без каких-либо комментариев. Очень хорошо видно, как меняется порода. Какие были лица тогда, и какие с тонкими губками, вот этими вот почти ниточками и так далее, с чудовищным взглядом. Это есть. С другой стороны, ну, я так знал людей позднего советского времени, достаточно высокого положения. Я могу сказать, что там были, конечно, стервозы те еще, и в то же время там были вполне приличные люди, очень приличные. Ну, насколько это было возможно. А что касается вот последних двадцати лет или даже десяти лет, вот я бы тоже не сказал, что там есть такое тотальное выхолощивание чего-то связанного там с мозгами, с культурой и так далее. Там все сложнее. Там есть люди. Там до сих пор есть люди, с которыми можно разговаривать, на которых можно как-то надеяться. Ну, естественно. Но вы знаете, вот я здесь опять-таки поделюсь какой-то такой, вот мы начали на такой шпенглеровской ноте, таким цивилизационным сомнением. Мне кажется, что Советский Союз, как бы к нему ни относиться, я лично, так сказать, очень скептически отношусь, да, но тем не менее. Советский Союз был, а, крупным просветительским проектом, и, б, несмотря на то, что он был людоедским, он все-таки в каких-то своих основах был гуманитарным и гуманистическим проектом. Все во имя человека, все для блага человека и так далее. Другое дело, что ради этого там корежились судьбы, экономика и т.д. И вот эти вот две составляющих Советского проекта, они утеряны. Просветительская составляющая, вот этот вот приоритет знания, общество знания, да, вот это Бэконовское, вот знание и сила, которое было написано. И, б, приоритет человечности, человека. Ну, это, это несомненно, да, это есть, и не в этой, в какой-то другой статье я сказал, что мы нашли свой особый путь, это культура незнания в эпоху экономики знания. Вот это действительно, все, все только говорят об экономике знания, а то, что делает государство в этом отношении, нечто прямо противоположное, зато у нас духовный скрип. Но все-таки прозветительское направление существования Советского Союза было вещем существенно односторонней, поскольку Советский Союз начинался в том числе с того самого философского парохода. Ну, философский пароход, но он был ради очистки, все равно философский пароход, хотя это был совершенно людоедский, да, жест, Потом эта очистка продолжалась все оставшиеся годы, все последующие годы. Но это не так... Да, но ради правильной идеологии. Это была, так сказать, высылка неправильной идеологии, потому что нужно было, чтобы читали правильные книги. Ну, хотя бы была установка на то, чтобы люди вообще читали книги, потому что другой рукой Советский Союз учил людей грамотности. А сейчас ведь, вы знаете, Жириновского послушайте, он озвучивает, как всегда, какие-то правильные интенции власти. А зачем власти грамотные люди? А зачем люди образованные? Для того, чтобы обслуживать трубу, не нужны ведь все эти грамотеи. Они еще на Болотную пойдут. Конечно. Я бы согласился с тем, что все-таки советский коммунистический проект, он был просветительский. Там был и культ науки, культ просвещения, культ образования. Очень односторонний. Там, конечно, прореживание было чудовищное, это несомненно. Но себе на голову эта власть все-таки воспитала того человека, который потом ее и похоронил. Ну да. Потому что они пытаются избежать ошибок советской власти? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Потому что человек, у которого работают мозги, есть какое-то представление о красоте. А красота — это понятие, как известно, не только эстетическое, но и этическое. Люди понимают, что такое некрасиво, что такое омерзительно, что такое отвратительно. Ну, зачем такие люди? Нет, ну, этический проект, даже взять самые убогие какие-то советские тексты, какой-нибудь там «Строгий юноша» там фильм или что-нибудь все равно, так сказать, моральный кодекс строительного коммунизма, все равно встраивалась очень жесткая этическая система такая прям по утопистам просто. фактически она шла. А сейчас, не знаю, я не думаю, что у них есть какой-то проект, что они что-то учатся, но просто эти люди инстинктивно в силу своего то ли происхождения, в силу боязни за те воровские механизмы, которые они олицетворяют, они боятся вот этих вот образовательных каких-то институций. Ну, боятся и в каком-то смысле, наверное, правильно делают, потому что все-таки вот эта культурная, научная элита советского времени, она не была так опасна, как сейчас. Вот должен был возникнуть Сахаров, но это же были единицы. Все-таки как-то более-менее та же самая Академия наук, она держалась. Сейчас ведь эти люди выходят на улицу. На Сахарова. На Сахарова, да. Ну да, вот эти, так сказать, бунт Громотеев, бунт Креативного Класса, я боюсь, действительно, что вот это вот, ну, снова сошлюсь на вот этого Джириновского, что не нужно нам столько-столько образования ведь. Только посмотрите, что за последние месяцы произошло, я не знаю, вот позавчера, на прошлой неделе вот этот вот закон Госдумы, 10% бакалавриата только будет бюджетное, 90% бакалавриата за деньги, когда сейчас вот у нас вышки каждое второе бакалаврское время бесплатно, приезжает полно совершенно умных людей со всей страны. Вот сейчас только 10%, естественно, будет очень сильный фильтр. Это все-таки, видимо, в какой-то степени реакция на некоторое падение качества высшего образования в стране в последние там 10 или 15 лет. У нас проникновение дипломов населения, по-моему, близко к 100% сейчас, да, что, в общем, нетипично для развитых стран. Но для этого надо закрывать вузы неэффективные, а не... Ну да, они борются с эффективными. Это правда. Со школами это слияние классов во всех, как идет у нас, просто вот живя на районе, да, что называется на московском. Я вижу, что происходит с поликлиниками, когда к нашей поликлинике присоединили еще 7 поликлиник, и очередь к врачу увеличилась с получаса до 3 часов. И то же самое со школами, когда спецшколы сольются обычными. Собственно, вот я не знаю, вот скажите нам, Александр Владимирович, вот что это случайно так происходит, что вот это вот какая-то гуманитарная катастрофа, демонтаж социального и просвещенного государства? Ну, вы знаете, я вот давно ношусь с таким понятием латентной идеологии. Это нельзя назвать идеологией, как какого-то уже в виде зафиксированного проекта, который можно и прочитать где-то. Но это идеология, которая есть где-то в подкорке, и которую можно реконструировать по тому, что делают люди. Ты их будешь пытать, они, может, и не признаются никогда, но реконструировать вот эту вот идеологему, которую они следуют, можно. Ну, свой род такой идеологической, бессознательной, как-то внутренне противоречиво. Что-то там такое присутствует, это совершенно явно. И вот когда мы сейчас перечисляем кейсы один за другим, их надо бы собрать в одну большую корзину и просто посмотреть. Ну да. И предъявить все это вместе, чтобы это просто было видно. Не знаю, меня это, честно говоря, пугает, вот то, что я сейчас частично просто озвучиваю. Даже сейчас вынесем за скобки те совершенно фантастические, людоедские вещи, которые принимаются законодателями. Вот, ну оставим просто вот то, что в сухом остатке вот жизнь человека советской эпохи, как она сейчас окорачивается по части ЖКХ, по части здравоохранения, по части образования. Вот, и с другой стороны, в сочетании вместе с совершенно фантастической культурой денег, наживы и насилия выводится какой-то совершенно новый тип людей. То есть просто рубится тот сук, тот ствол, на котором растет русская культура. Или плевать на ствол, это уже просто агония, надо нахапать. Надо нахапать, а чтобы еще успеть дохапать, надо еще какое-то время, чтобы это протянулось. Тогда понятно. Ну да. Дальше вот, в прошлый раз, если вы помните, мы обсуждали эту развилку между стационарным и нестационарным бандитом. Да, да, да. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Бандит уже какой-то совсем нестационарный, ему как-то уже далеко не заглядывает. То есть он, да, запаковал чемоданы к отбытию на Сардинию или там какие-нибудь по месту, по месту нахождения недвижимости. Ой, слушайте, ну мы совсем какие-то уже апокалиптические сценарии, напомню, что у нас с Кириллом Горским сегодня в гостях Александр Вадимович Рубцов, Институт философии Российской Академии Наук. Продолжим наши рассуждения, попытаемся их сделать немножко более оптимистичными после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология», «Археология Форбс», совместно с Кириллом Горским, заместителем главного редактора журнала «Форбс», сегодня допрашиваем с пристрастием Александра Вадимовича Рубцова, Центра философских исследований идеологических процессов в Институт философии. Что происходит с русской культурой? Вот те вещи, которые выявились в последнее время, особенно в последний год, позволяют говорить о каком-то невероятно сильном, мощном, культурном, гуманитарном кризисе, который не останавливает никакие комиссии против фальсификации истории, никакие объявления года российской истории. Закрываются музеи, не знаю, централизуются школы, сливаются школы, казаки наезжают на выставки современного искусства, законодателем мод становится русская православная церковь. То есть, понимаете, все это вместе как-то... Вы знаете, вот что я хочу спросить, какой вопрос. А почему так получается, что у русской культуры нет иммунитета к самовоспроизводству? Вот этот вот какой-то культурный слом наблюдается в последнее время? И вот я почему-то к своему ужасу вижу, что у нашей культуры нет механизмов самовоспроизводства, самовоспроизводства культурного слоя, культурного класса. Почему вот так культура отступает под натиском этого государства? А нет ли его на самом деле? У нас страна, один из рекордсменов, наверное, мировых по количеству катаклизмов, произошедших с ней за время ее истории, но при этом русская культура никуда не делась. Ну да, вот такой вопрос. Вот Кирилл озвучивает такую более взвешенную позицию, что действительно... То есть может быть она наоборот каким-то чудесным образом все-таки умеет самовоспроизводиться. Или вот как я, да, скажу, что это слом такой. Я именно это и хотел сказать, потому что чем больше мы говорим о том, что с культурой пытаются сделать, тем больше у нас возникает интереса к тому, а как же она, бедняга, существует в таких условиях. Возьмите тот же институт искусствознания, посмотрите, сколько там получает кандидата доктора наук. Нормальный научный сотрудник. Страшно. Просто страшно. Тысяч 8 там, наверное, они делят стаду. Нет, побольше, побольше. Ну 8, да, это в библиотекаре получают, да, тысяч 15. Раз в два побольше. Вот. Но люди же пашут, я знаю этих людей, они пашут днем и ночью, они пишут книги, они проводят огромные совершенно исследования. это люди, которые несут вот эту культурную миссию, наплевав на деньги, в конце концов. Ничего себе вообще культура не самовоспроизводится. Она самовоспроизводится в условиях, в которых уже нигде бы никто бы не выжил. Никакая другая, не знаю, культурная, кроме нашей, уже привычной к таким катаклизму, наверное, бы уже и не выжила. Вот. С этой точки зрения, ну, просто, прям противоволожные могут быть оценки. А с другой стороны, вот возьмите ту же ситуацию с Институтом искусствознания. А ведь там была допущена, ну, чисто такая управленческая ошибка, совсем маленькая. Ну, просто рабочая группа общественного совета что-то такое там заикнулось по поводу того, что надо слить все институты под Министерством культуры в какое-то сколко вот такое гуманитарное, там не больше ста человек. И что началось? Когда я говорю, что это ошибка, я прекрасно понимаю, что было бы, если бы, например, по коридорам Министерства культуры прошла бы информация о том, что вот Минкульт сольют Минобром там еще с чем-то и будет там всего 100 человек. Ну, кто-нибудь стал там работать, что бы там произошло? Понимаете? И когда из недр Министерства вдруг появляется такая информация и никто ничего людям не объясняет, это просто чудовищная ошибка. Так с людьми нельзя поступать. Но в то же время вот это вот собрание этого ученого совета, то что превращается в такую маленькую болотную, еще один проспект Сахарова там на втором этаже. И это срабатывает. Тут же министр идет на попятную и, кстати, очень неловко. Мне всегда вот как-то жалко, ну, люди делают ошибку, но можно красиво выйти. Всегда я просто вижу, какие были у Мединского красивые выхода из этой некрасивой ситуации. Нет, вот он упирается и делает все еще менее симпатичным. Но это работает. Ну, может быть, из мести они еще как-то нагадят, но все-таки не так просто сейчас взять и закрыть такой институт. Это тоже один из механизмов воспроизводства культуры. Но при этом все-таки аудит какой-то, возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, аудит институтов культуры все-таки необходим, потому что, наверное, ну, вот я не знаю, часто говорят, что, ну, я не знаю, люди мало ходят там в музей, очень много каких-то, так сказать, вот не знаю, там библиотек неэффективных. То есть, вот как вы считаете с этой точки зрения, есть ли вот этот вот ненужный балласт или это все-таки выживающие, борющиеся институты, которые очень нужны? Что вы называете институтами? Вот есть, допустим, институт библиотек. Как институт большой такой, да? Библиотека как институт. Да. А есть институты, институт искусствознания, культурологии. институции, я имею в виду. Институции. Ну, аудит институции, ну, это слишком широко. А каких-то конкретных подразделений, конечно, все это может быть. Но здесь, опять же, возникает вопрос, кто и как это будет делать. Ну, например, если взять ТОП, то есть взять институт высшего уровня, то там вообще непонятно, кто и по каким алгоритмам будет проводить этот аудит. Потому что сейчас, знаете, это очень модно, в том числе и в отношении естественного научного знания, индекса цитирования, фактора, библиометрии, и так далее, и так далее. Это все уже не совсем так уж просто работает в точных науках. Там возникают свои механизмы. Ну, когда люди ставят в такую позицию, они тут же начинают работать на тот критерий, по которому их оценивают. Ну, возникает там, например, такая техника, называется салями слайсинг. Вместо того, чтобы сделать одну статью, ее нарезают, как салями, так мелко шинкую, и у меня получается несколько статей. И все, и у меня результаты замечательные. И это во всем мире и в точных науках. Что касается наших, нашего коммунитарного знания, то здесь вообще непонятно, как эти техники можно применять, хотя их применять собираются. Есть базы данных мировые, вот сейчас будут смотреть, какое индекс цитирование у Института философии или у того же Института искусствознания. Но в этих базах нет наших журналов. Кроме того, здесь люди пишут книги, они считают статьи, потому что они живут по критериям точной науки. А книги они просто не считают. Ну, как так можно? Ну, представьте, я подрядился вам забор сделать. Прихожу и говорю, вот забор. А вы мне говорите, вот тебе, пожалуйста, денег за 10 метров. Я говорю, так я же 50 метров забор сделал. А у меня рулетка только 10 метров дальше. Вот поэтому. Вот здесь примерно, даже не примерно, ровно то же самое. Вот уже скоро того и глядя начнется. Но я думаю, тоже это все удастся остановить. Но вот потуги такие есть. А это и методологическая проблема, и организационная, административная и так далее. Но это еще и проблема качества людей, которые это придумывают. Понимаете? Это проблема управленцев. С чего мы начинали этот разговор. Да. Вот к вопросу об управленцах, об управлении культурой. А какая вообще, по-вашему, нужна сейчас и нужна ли какая-то политика в отношении культуры? Ясно, что она была в Советском Союзе, культурная политика. Какая сейчас нужна политика? Вы знаете, вот первый вопрос сразу возникает. Что вообще случилось? Почему вдруг мы начинаем именно сейчас, в 2012 году, вдруг так резко говорить о культуре, культурной политике? Или о политике в отношении гуманитарного знания? Да, я не настаиваю, может быть, не нужно. Что случилось тогда? До сих пор как-то это существовало? Здесь, может быть, и есть какие-то надежды на то, что будет какое-то улучшение, какая-то оптимизация, но риск чудовищных потерь, он же огромен, и очевиден. И понятно, что хуже будет по многим позициям. Может быть, где-то вы на чем-то что-то чуть-чуть сэкономите. Лучше это не делать. Поскольку мы начали, собственно, говорить в самом начале программы о культуре, а к концу и первой части пришли к тому, что у нас, в общем-то, на самом деле идет демонтаж социального государства, по сути, полным ходом, может быть, более ответственно, объективно и правильно будет не ждать каких-то улучшений, а исходить из того, что со стороны государства ситуация будет оставаться такой же, как сейчас, или будет хуже, поскольку, если уже демонтируется вся социальная часть жизни государства, то почему вектор в отношении культуры должен переломиться? Ну, вы знаете, если мы опять вернемся к нашему политическому топу, то вот понятно, надо протянуть как можно дольше. Можно взять и на чем-то подзажаться, ну, скажем, на культуре, на институте искусствознания. И много вы денег сэкономите, чтобы еще протянуть какое-то время на вот этой вот идеологемии якобы социального государства. Да, чуть-чуть, может быть, там что-то удастся сэкономить. А политический вред той же самой власти чудовищный, и она тем самым только, ну, просто ускоряет свой конец. Причем, вы понимаете, есть какие-то общие такие вот тенденции, на которые люди культуры могут реагировать. Ну, вот мы с вами втроем сидим, завелись. Они тоже, ну, где-то завелись на кухне, и потом снова как бы ушли в свою рутину творческую, и все нормально. Но когда вот возникают такие локальные ситуации, как с этим институтом, или с назначением того же Мединского. Вот есть очень много людей и культуры, которые были доверены милициями у Владимира Владимировича Путина, на выборах. Ну, были и были, но на них все там покосились, ну, понятно, сказали им там, петь, ты не прав. У них фонды свои там, да, да, у них фонды, да. Но вот это, когда просто вот так, ну, я был доверенным лицом, он был доверенным лицом, но когда внутри культуры появляется такой персонаж, и тогда каждому из этих вот деятелей культуры, которые говорят, ну, ты вот это вот заработал, да, вот это уже локальная ситуация, очень близкая, она каждого затрагивает, ну, прям, вот мы получили, вот из-за тебя, мы не получили вот там, того президента, мы бы и так его получили, но из-за тебя мы получили себе на голову вот этого вот министра культуры. Ну да, но это локально. А это личные отношения, это все очень близко. Это лично, это вы локально снизу смотрите, а сверху, как ни парадоксально, все-таки мы тут ругали, ругали, да, всех, всех наверху, но у них, по-моему, есть какое-то вот такое смутное ощущение, что что-то не так. Какой-то вот вакуум в обществе существует моральный, да, дефицит ценностей, отсюда вот эта вот новая симфония с церковью, государства и церкви. И вот в условиях этого вакуума появляется запрос, а давайте мы закачаем денег культуру, но создадим какую-то правильную, вот патриотическую. Вот Михалков, вот пусть он снимет нам цитадель. Вот. Великое кино о Великой войне. И вот появляется какое-то совершенно извращенное представление о культуре, при том, что вот можно создать некие правильные патриотические образцы, да, фильм 1612, фильм про Великую Отечественную войну, сделать комиссию, которая будет бороться с фальсификацией истории, и вообще написать правильную историю России. И вот тогда у нас, как бы, вот этот вопрос написал 7000 строк о любви, закрыл тему. Вот. Вот эти вот, те темы культуры будут закрыты, и в государстве воцарится стабильность. Понимаете, если вы возьмете каждый из этих проектов, которые вы сейчас называете, снять какие-то фильмы, написать правильную историю, и так далее, я на них прежде всего смотрю. Хотя я не такой, не отъявленный, уж не отпетый материалист, но я на них смотрю, как на бизнес-план. Человек, который их писал. Прежде всего. Давайте уже потом будем говорить там про судьбы русской культуры, и так далее, и так далее. Нет, сначала человек написал проект. Вот, если сказать, ты знаешь, вот все нормально, вот ты все здорово написал, только вот эти деньги, которые ты, они пойдут туда-туда, тебя там не будет близко. Нет, подождите, я сейчас другой проект принесу. Ну, когда в Москве появилась Третьяковская галерея, в России, в общем-то, не было такого ведомства, как Министерство культуры, и не было бюджетов, отпускаемых на это совершенно. И вот, меня вот какой вопрос очень интересует. А вообще-то русская культура в нынешней ситуации, в 20-й век дал значительно больше возможностей финансирования культуры, чем просто там пожертвования суконной мануфактуры, гранты, эндаунмены и так далее. Да, то есть, ну, бизнес может снабжать отечественную культуру деньгами огромным количеством разных способов, причем в том числе довольно комфортных. Культура может существовать и развиваться в нашей стране не за счет государства, а именно за счет вот, ну, как бы бизнеса, за счет частного капитала. За счет частного капитала. За счет третиковых. Я думаю, что вся вряд ли. Потому что есть, вот на мой взгляд, некоторые такие сегменты в культуре, которые государству нужны для этого. А что касается всего остального, ну, просто бизнесу надо создавать адекватные условия для того, чтобы он инвестировал в культуру, для того, чтобы он занимался меценатством, и так далее. А если создавать условия, когда это себе во вред, и больше денег уходит неизвестно куда, но кто что будет делать? Ну да, мне кажется, что вот сейчас, Кирилл, отвечая на твой вопрос, в тех условиях, в которые ныне поставлены культуры, да, на правах Золушки, бизнес не будет считать для себя выгодным, социально выгодным, и политически выгодным инвестировать. есть небольшие. Если не объявить, это политически выгодным. Сколково, образовательный проект, ну, не будем говорить о его качестве, да, но вот он был объявлен важным, и туда пошли деньги частного капитала. Ну да, если, да, проявить... Если завтра объявить, что Пушнинский музей это нацпроект, там Пушнинский музей 2, туда пойдут деньги. Ну да, не в яйца, не в яйца Фаберже, купленная Вексельбергом, а в какое-то... Может быть, да, я согласен, здесь какая-то, может быть, недостаток политической воли, которая сказала бы, что вот, ребята, это нам нужно для выживания как нации. Ну, я думаю, что дело не в словах, потому что эти слова произнести расплюнуть. Вот в следующем каком-то выступлении такие слова запросто могут произвучать. Ну да, то, конечно, дело в воле дать команду какую-то прямую. А потом, все-таки надо понимать, что это же все системные вещи, хотя я ненавижу это слово, но когда мы пытаемся построиться свиньей и пробиться чем-то, как с победитовым наконечником, там, с Колковой, еще что-то, но это крах культуры в чистом виде. Культура так не работает. Наука так, кстати, не работает. Вот эти люди не понимают, когда они пытаются отценивать эффективность, они не понимают, что у вас 10 ученых крупных и 100 ученых ну так себе. И вот это нормальная среда. По-другому наука не работает. Если вы эти 90 ученых уберете, у вас не останется 10 крупных ученых. У вас останется через некоторое время 9 никудышных и 1... Ключевое слово произнесли здесь среда. И наука, и инновация, и культура существует и расцветает на некой среде. Вот. А вот со средой это как раз государство и не может справиться. И вы знаете, еще одну вещь вот в остающиеся минуты эфира, мне кажется, вот в связи, так скажем, с разгуманитариванием, десоциализацией нашего государства и тем, что уходит советский просветительский проект, ведь то место, которое оставляет рациональная культура, занимает мракобесие. Ведь не случайно, опять-таки, этот год уходящий ознаменовался наездами самых таких патриархальных институций на передовые очаги культуры. Здесь можно говорить о снятой постановке, так сказать, запрещенной лолиты, о том, как Иисус и Христос суперзвезду сняли, о том, как казаки явились в Эрмитаж, о том, как казаки дежурят вахту и галереи Гельмана, и музеи эротики тут же они пытаются закрыть. Вот это вот откуда-то взялось, вот это про Кобесия. Нет, ну, во-первых, если в одном месте начинают завинчивать гайки, а я бы даже сказал гайку, есть такое место, много мест, где у нас завинчивают гайки, а есть такое место, где одну гайку завинчивают, самое главное. Вот если ту гайку начинают завинчивать, то все, кому не лень, начинают по всей стране, в каждом своем месте эти гайки завинчивать. Сразу просыпаются люди, которые, кроме этого, ничего не могут. Вот все люди, которые бросили сейчас завинчивать гайки, они же, Вот вчера были никто. И они больше вообще ни на что не способны. Но тут вдруг сразу поднимается эта волна. Это все социально известное явление. Начинается массовое встречное движение. Это понятно. Кроме того, в этой всей вертикали люди тоже чувствуют эту общую тенденцию. И начинается завинчивание всего. Ну, ГАИ какой-нибудь тоже самое. Да, ГИБДД. Давайте это, это, это запретим. Если вы возьмете и выстроите каталог всех последних действий. Что-нибудь где-нибудь разрешали или что-нибудь где-нибудь запрещали. То вы увидите тотальное запретительство. И то, что связано с этим мракобесием, оно же тоже неконструктивное. Там же люди не за Бога. Не за веру. А они против этого. Но они точно не миссионеры, да. Это, мне кажется, что прежде всего это вот такой общий тренд завинчивания этих гаек. Но это то, что срабатывает где-то уже на уровне микрофизики. Власти просто уже совсем. Да. Ну что же, у нас последняя минута в эфире. Давайте с каким-нибудь, у нас такой реквием по русской культуре получился. Нет, ну вы знаете... Какое-нибудь позитивное что-нибудь под Новый год. Я вам скажу позитивное, я вам сейчас скажу такую плохую вещь, которая одновременно и хорошая. Вот во всем этом полностью отсутствует внимание к саморегулированию и к самоорганизации в сфере культуры и науки. А там потенциал огромный. И он неиспользованный. Вот здесь можно было бы очень много чего сделать. И я думаю, что если как-то встретимся с таким очень сильным противостоянием, вот таким политическим акциям, о которых мы сегодня и говорили, и увидим с одной стороны протестную самоорганизацию в культуре, а с другой стороны, ну может быть попытку каким-то образом пойти навстречу, если там остались еще у людей мозги и какие-то представления о будущем, то я вижу здесь очень много возможностей. То есть именно в плане самоорганизации, саморазвития, самоконтроля того же, то есть самой среды, о которой вы говорили. Конечно. Ну действительно, как мы сегодня уже говорили, при самых тяжелых изменениях в жизни нашей страны культура все-таки выжила. Культура никуда не делась и есть надежда, что ну и вот это в этом цикле, она все-таки... Да, переможет. Переможет, да. Переможет. Всегда остается надеяться на то, что переможет. Ну я тоже поддержу такой небольшой позитив. Понимаете, вот я здесь соглашусь с нашими, собственно, идеологами, главными государственными партиями, о том, что речь идет о национальной безопасности. Национальная безопасность у нас под угрозой. И сейчас речь идет о самовыживании русского этноса не в демографическом смысле, не в экономическом, не в том самом суверенитете. Вернее, даже суверенитет. Но, понимаете, теряется суверенитет русской культуры. И это все деконструируется, демонтируется руками самой власти, которая, может быть, даже сама не понимает, что творит. Нынешний режим практически, не знаю, может выступить в роли могильщика русской культуры, после которого останется просто такой пустынный пейзаж с нефтяными вышками. Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Хорошо. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот это вот осознание того, что это действительно вопрос национальной безопасности, но ее защитить должно и может, я думаю, не государство Фильфебеля, а свободное общество. И вот здесь мы в программе археологии, которая на протяжении года все это, так сказать, вопросы культуры поднимали, проговаривали, думаю, мы тоже внесли свою небольшую лепту в то, чтобы пытаться нам сохранить вот этот вот слой, небольшой культурный слой, который мы, или глубокий культурный слой, который мы раскапываем. Ну что ж, друзья, благодарю вас за участие в этой программе. Это Александр Вадимович Рубцов, руководитель Центра философских исследований и идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. Мой соведущий Кирилл Горский. Ну и остается вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Спасибо всех с наступающим тоже. Спасибо, до встречи. До встречи и читайте книги.